Привет и добро пожаловать на канал Vombat Reads. Меня зовут Ольга, и сегодня мы обсудим последнюю вышедшую новеллу Стивена Кинга «Later». На русский язык её пока не перевели, она вышла только в марте, поэтому как на русском языке она будет называться, я не знаю, но если говорить вольно, то это название можно перевести как «позже» или «потом». Я снова пытаюсь сделать короткое видео, это моя мечта — снять видео короче, чем 20 минут, надеюсь, в этот раз у меня получится, потому что сегодня мы будем не только говорить о книге, но и готовить рецепт оттуда. Это тоже было моей давнишней мечтой для моего канала на BookTube. Итак, с чего начнём? С рецепта или с обсуждения книги? Я предлагаю с рецепта. Поедим, и потом можно будет уже нормально обсуждать книгу. Итак, это рецепт лосося, который готовила мать главного героя, и в книге было написано, что сложно представить, что такое простое блюдо может быть таким вкусным. В самой книге рецепт полностью не давался, поэтому я загуглила, нашла схожий рецепт и приготовила рыбу по нему. Теперь давайте к рецепту. Итак, я подготовила уже всё, что необходимо для того, чтобы приготовить рыбу по рецепту Стивена Кинга. И это, собственно говоря, сама рыба, лимон, оливковое масло, немного паприки, соли, воды и секретный ингредиент — это бумажное полотенце. Всё, что нужно сделать, это положить рыбу в тарелку, добавить немного оливкового масла, растереть его по рыбе. Снизу тоже нужно обязательно намазать. После этого добавляем немного соли и немного паприки. Можно добавить другие приправы, если вы любите другие, но в рецепте упоминалось только соль и паприка, поэтому мы в этот раз ограничимся тоже только ими. Дальше натираем рыбу специями. И после этого секрет этого рецепта. Нужно намочить бумажное полотенце с обеих сторон, чтобы оно было влажным, но вода с него не капала. Отлично! Накрываем влажным бумажным полотенцем рыбу и отправляем её в микроволновку. Отправляем рыбу в микроволновку. И в рецепте говорилось, что нужно установить время от 3 до 5 минут. Давайте попробуем по максимуму и будем проверять, готовы или нет. Окей, прошло 5 минут, и я, честно говоря, не очень верила в эту затею, но давайте посмотрим, что получилось в итоге. Ну, выглядит роскошно, что скажешь. В рецепте упоминалось, что при таком способе приготовления рыбой не будет пахнуть, и действительно во время готовки в микроволновке рыбой не пахло, до тех пор, пока я не сняла полотенце. Давайте попробуем. Ммм! 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 Окей! Да, получилось супер нежно! Супер вкусно! Можно добавить сюда ваш любимый соус, любимые приправы и в качестве гарнира салат. Самое классное, что всё приготовление занимает не больше 10 минут даже с процессом съёмок. Рыба получилась действительно вкусной. Я не ожидала такого от готовки в микроволновке, потому что лично я не привыкла готовить в микроволновке, не знаю, как вы. Поэтому я не ожидала, что получится действительно съедобная вкусная рыба. К тому же и особого запаха рыбного я не обнаружила. Это тоже очень здорово. Считается, что таким методом, когда ты накрываешь рыбу влажным бумажным полотенцем, ты готовишь рыбу как бы на пару, поэтому получается здоровая пища, к тому же меньше, чем за 10 минут. Мне кажется, это просто мечта. А теперь можно перейти к обсуждению книги. Надеюсь, её уже скоро переведут. Все фанаты Стивена Кинга смогут насладиться этой историей. Если же вы не хотите дожидаться перевода нового романа Стивена Кинга и хотите прочитать его уже сейчас, я советую посмотреть моё видео «Как начать читать на английском языке». Уверена, оно вам поможет. История совсем коротенькая. Там чуть больше 200 страниц. О чём она? Думаю, описание может показаться вам немного знакомым. Речь идёт о маленьком мальчике, который может видеть призрака. И нет, это не как в фильме «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом. Над этим иронизирует и сам автор Стивен Кинг. В течение всей этой истории мы следим за жизнью этого маленького мальчика. Он живёт вместе со своей матерью, которая занимается издательским бизнесом. У неё есть издательская фирма. Своего отца он не знает и всё своё время проводит с матерью и её подругой полицейской. Несмотря на то, что завязка сюжета звучит довольно простой и неоригинальной, тем не менее Стивен Кинг в этой новелле, в этой повести постоянно водит читателя за нос. Я никак не могла понять, о чём эта книга и в чём её главный конфликт. Через какое, собственно говоря, испытание должен пройти наш главный герой, чтобы вырасти и измениться. О чём эта книга? Потому что в этой книге не происходило практически ничего. Около 25% книги я прочитала и до сих пор не понимала, о чём эта книга и что происходит. В ней не было ничего необычного, кроме того, что главный герой мог видеть призрака. Но никаких проблем у него с этим не было. Мы просто постепенно в первой четверти книги погружаемся в его жизнь, смотрим, как он живёт, как он общается со своей мамой, как он общается с её подругой, как у него дела в школе и что он за человек. И если первая четверть книги двигается очень медленно и неторопливо, то потом автор нас начинает просто закидывать разными событиями. Ты снова озадачен происходящим. Кажется, что вот, теперь Стивен Кинг, автор, показывает нам, в чём основной конфликт этой книги. Что происходит? Наконец-то наш герой сталкивается с каким-то конфликтом, с какой-то проблемой. Но он разрешает этот конфликт так быстро, а впереди ещё так много книги. И я думала, боже, что происходит? О чём будет книга дальше? Он же решил уже эту проблему. Но потом автор накидывает ещё одну проблему, и ещё одну проблему, и ещё одну проблему. И они все разные. И я просто вот так вот не могла понять. Разные проблемы и плоты мелькали у меня перед глазами. И я думала, боже, как? Как можно уместить это всё в одну книгу? Потому что все эти истории, мне кажется, можно было превратить в целый сериал про этого маленького мальчика-медиума, который видит мёртвых людей. Стивен Кинг всё-таки славится тем, что он обычно пишет много обстоятельно. У него такие толстенькие книжки. А тут такая тоненькая, тонюсенькая книжечка. И так много всего происходит. Именно поэтому мне было сложно немного даже определиться с жанром. Потому что, конечно, Стивен Кинг известен за то, что он пишет хоррор, он пишет ужастики. И да, наш главный герой обладает сверхъестественными способностями. Поэтому это, наверное, должен быть хоррор. Но я бы так не сказала. Там есть и элементы детектива, и расследования. И там есть элементы просто драмы и истории о обычной жизни. Там есть семейная история, и всё это переплетено между собой. Поэтому даже с жанром здесь определиться не так уж и просто. Мать главного героя является литературной агентшей и занимается именно этим. И в книге достаточно большое внимание уделяется и её жизни, и её работе. Ещё стоит упомянуть, мать в этой истории находится в отношениях с женщиной, с полицейской. И, собственно говоря, приличная часть истории посвящена развитию этих отношений. Также отношению между партнёркой матери и ребёнком. Я бы не сказала, что в этой книге прямо такая хорошая репрезентация для лесбиянок. Но почему, я сказать не могу, потому что это было бы спойлером. Итак, давайте подытожим. Что главное о новой книге Стивена Кинга? И кроме всего перечисленного, очень важная тема новой работы Стивена Кинга — это взросление. Взросление и, возможно, в каком-то смысле потеря невинности. Потому что мы следим за нашим главным героем Джейми 5, по-моему, лет и до достаточно взрослого возраста, где-то до 25 лет. Мы видим, как меняется он сам, как меняются его близкие люди и окружающий мир. Как развиваются его отношения с матерью, родными и окружающими. И, безусловно, также это история о семейных взаимоотношениях, о их прекрасных проявлениях и не таких прекрасных. В этом Стивен Кинг тоже, конечно же, мастер. Он прекрасно всегда работает с психологией семьи и психологией отношений внутри семьи. Реальной, биологической или названной семьи. Итак, давайте подытожим. Что главное о новой книге Стивена Кинга? Во-первых, она очень короткая, и вы быстро её прочитаете. Во-вторых, это не совсем типичное произведение для Стивена Кинга. Здесь намешано довольно много. Из основных жанров я могу назвать детектив, хоррор-история, драма семейная. Третье. В книжке есть при презентации лесбийских отношений. Четвёртое. Эта книга внутри гораздо больше, чем снаружи. Несмотря на маленький объём, внутри вы обнаружите очень много разных историй. И пятое. Надеюсь, что вы сможете скоро прочитать эту книгу. И надеюсь, что в этот раз у меня всё-таки получилось записать действительно короткое видео, от которого вы ещё не устали. А на этом у меня всё. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте классы, лайки, ставьте лайки. И увидимся через неделю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok